МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сенатор Алексея Вера управил прямую телефонную линию и прием граждан. Знов у армии войсковцы запасу принесли присягу на верность Айчене и белорусскому народу. А зараза б гэта меньшим больш подрабязна. Гомельская область пропрацовывая новые варианты супрацовненства с российскими регионами. Пакуль значный адмонный вплыв на гэты процесс оказывая пандемия коронавирусу и связанная с гэтым обмежаванне. Наши корреспонденты поцекавилися планами. Бадая один из основных партнёров Гомельшины у России – Бранская область. Минавито сюды накеровывается амаль 10% регионального экспорту. Найбольш буйный экспортер – акционерное товарыство «Гомсельмаш», что тлумачится иснованием у Бранску суместного предприемства по вытворчасти сельского спадаршей техники. На другим мясце – молочные продукты из Мазыра, Гомеля, Калинковича и Рогачева. Самый буйный экспортер у гэтым спесе – мазырские молочные продукты. У районных это одно злепших предприемствов и неуапошнюю шаргу по причине значных экспортных поставок. Не глядяши на конкуренцию, наша молочка корыстаецца на замежных рынках высоким попытам. Сегодня люди готовые платить за саправды якосные продукты. На сегодняшний момент в Брянскую область мы поставляем свою продукцию и со всего объема в Российскую Федерацию отдельный вес в Брянскую область идет в 69%. Это наше сухое молоко и сливки крупногабаритной таре. Бадайгалу настремливающий фактор у межрегиональных гандлево-экономичных относинах – пандемия коронавируса и связанная с ее обмежаванием. По великим рахунку, зараз трапить у соседнюю краину для работы, например, вахтовым методом, водовникам и нафтовикам можно только с допомогой авиазносинов. Хоть навыть не глядяши на яснуючие обмежаванье, поставки соли на Бряншину селита повелешилися амаль на 5%. Молочной продукции больше як на 10, выработал с пластмассы на 30. Выники, проведеного на приконце минулого месяца 7-го форума регионов Беларуси и России и сустреча у его рамках делегаций Гомельской и Бранской областей дают подставу казать об реальности активизации супрацовництва. Состоялся визит делегации Брянской области в Гомельскую область По итогам этого визита готовятся ответные визиты делегации Гомельской области Строительные организации посетят Брянскую область Кроме того, в третьей декаде октября состоится совместное заседание Республики Беларусь и Брянской области в Минске Также будет визит делегации Брянской администрации во главе замгубернатора Петушковой Алексей Неверов, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокомпания «Гомель» Член постоянной комиссии Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь По законодавстве и державным будовництве Алексей Неверов Провел прямую телефонную линию и прием грамадян На протягу годины с разными пытаниями сенатору потарефоновали 4 человеки Например, Жихарка Гомель звернулась за допомогой у оформлении пенсии В 90-е годы она працавала по профессии, якая дает право выйти на льготную пенсию Однако предприемство не провело свою часовую аттестацию и ее працонного места У вынику женщины не хапает 4 месяцев и льготного стажу Былы працадавцы повинен понести отказность за нанесенную шкоду С потребой об компенсации придется звернуться в суд После промой линии отбылся прием, подчас якого грамадяне могли особисто рассказать сенатору об своих проблемах За час приему поступили три звороты по пытаниях земельного и працонного законодавства Люди звонят по различным вопросам, начиная от каких-то бытовых, личных, общественных В настоящее время сегодня был звонок по дворовой территории, люди беспокоены асфальтным покрытием Мы стараемся эти вопросы рассматривать по месту Я звоню в определенным службам городским, иногда где-то в администрацию И вопросы в основном решаются быстро и по телефонному звонку Если уже не решается вопрос по телефону, приглашаю прийти с соблюдением всех необходимых мер предосторожности Сенатор подкресливая, у работе со зворотами грамадян недопущальный формализм По усих пытаниях повинна быть зворотная совесть Часто бывает так, что и проблемы не исны, а ли есть потреба утлумачения нормозаконодавства и правильности их применения В регионе проходят военные сборы Военно обвязанные мужчины, яким больше, как 27 лет, снова отправились в армию Кабы обновить свои веды и навыки унесения службы У Мазыры войсковцы запасу принесли присягу на верность Айчыня и белорусскому народу Подробязности урочистого мероприемства в наступном сюжете Клятву на верность Радиме принесли 36 Мазыран Церемония пройшла на территории мемориального комплексу Курган Славы Хвалюющий момент с военно обовязанными разделили не только родные и близкие, а так само представники Генштабу территориальной обороны Сегодняшние сборы, которые проводятся с подразделениями территориальных войск Мазырского района Я должен сказать, носят, наверное, даже не только проверочный, но и серьезный такой характер военно-патриотического воспитания Показа готовности наших граждан выступить на защиту своей Родины Войсковцы, которые приняли присягу, вошли в состав особного стрелкового батальона Больше, как 100 Мазыран, прошли державный экзамен на готовность выполнять задачи по призначению Я, как раньше уже проходил эту службу, то мне уже, кажется, не привыкать к этому Ну, я отношусь к этому добросовестно Комплексная проверка органов кирования территориальной обороны Гомельской области протягивается Особовый состав стрелкового батальона под Мазыром отпрацовывает задачи по охове объектов Боротьбе с незаконными узброенными формированиями и реализации мер по забеспечению стабильного становища в районе Промышленные объекты, водозаборы, автомобильные, два моста, железнодорожный мост То есть, конечно, у нас очень много объектов, которые требуют повышенного внимания И обеспечить, прежде всего, их работоспособность Принятие присяги – особливый момент у жизни военнослужащего Это широе пожадание и множество святочных моментов Усих жадающих запросили у Великую залу Мазырского драматического театра имя Ивана Мележа Как бы этот день застался в памяти на завсёды Миколай Скинтиян, телерадио-компания «Гомель» при поддержке телеканала Мазыр Одновление святынь, скарбы родной Беларуси Активисты БРСМ сегодня провели областный этап республиканской доброчинной акции С волонтерами Пагутар и Лаганна Коральчук Высокородная справа объеднала больше за 550 волонтеров БРСМ с Гомельской области За весь час акции «Хлопцы и девочки» доброупорядковали больше за 20 храмов В этот раз объектом уваги стал храм святого доброверного князя Александра Невского В Новобелецком районе Гомеля Волонтеры проводили у парадок клумбы, фарбовали лавки, прибирали территорию храма Сегодня мы собрались всей молодежи Гомельской области Дабы помочь в восстановлении, в реставрации, наведении порядка на территории данного храма Каждый занимается своим делом, конечно Кто-то где-то покраской, кто-то клумбы разбивает Мы с ребятами более мужскими делами занимаемся Я сегодня первый раз на данной акции Ну, все замечательно, настроение боевое, все good, погодка прекрасная Освящение храма в гонор святого доброверного князя Александра Невского отбылось в 1861 году В час репрессий дом пустовал, потом тут размещался банк и пионерский клуб Отражение храма началось в 1992 году Про это активистам БРСМ рассказали под час открытого диалога Мы одины в Центре творчества детей и молодежи Новобелецкого района Выкладчатся недельной школы при храме Александра Невского Погутрила с молодежью в духовности Далее удельники с встречи обмерковали тему волонтерства Как форма социальной активности молодежи Зараз «Рух Доброе сердце» объединяет коле 7 тысяч молодых людей Гомельщины А кроме того протягивает свою деятельность «Доброчинный социальный проект» по подрыхтовцу волонтеров «Школа добра» Волонтерство, конечно, это состояние души Но не каждый душу эту поймет, да и не каждый поймет это состояние Мне сегодня бы хотелось детям, ребятам сказать о том, что это очень ответственно и очень тяжелое время Быть истинным волонтером Именно истинным, потому что когда ты волонтер истинный, ты делаешь все от души, ты делаешь все по зову сердца Под час диалога пригучала пропанова об створении посвященней волонтера Бо у худшем часе в Беларуси будет приняты закон об волонтерстве Кроме того, областный комитет БРСМ подвел выники экологичного конкурса «Макулатура, сдавайся» Подарунки и дипломы отримали переможцы Лельчицкий, Хойникский районные комитеты Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель» Региональный конкурс «Волонтер года» стартует в Гомельской области Прием заявок начинается сенья и завершится 25-го костричника Удельниками могут стать представники всех районов Заявить об себе, доброхвотникам пропануть в некольких номинациях Показания допомоги, информационной работе, совязях с громадкостью, притягнений сродков и партнеров Экспертная комиссия так само вызначить левшую инициативу, волонтерскую группу и отрад худкого реагования Так само назовут у ладальников титулов «Волонтер года онлайн» и «Лидер года» Для уделу необходимо заполнить онлайн заявку, представить видео или презентацию об своей деятельности Узнагародить переможца планируют в Снежне на святе у Гонор Международного дня волонтера Ауторам лепших работ уручать дипломы и подарунки На шляху до материнства У Гомельским центры шлюби семья у наступном годе проведуть 400 циклов экстракарпорального оплодотворения за бюджетные сродки На бесплатную спробу могут различовать семейные пары с белорусским грамадянством Узрост жанчины не повинен перевышать 40 годов Указу ступить усилу с первого студеня Сродки из республиканского бюджета на проведение ЭК будут выделены тром белорусским медцентрам РНПЦ «Мать и детям», Другому родильному дому Минска И Гомельскому областному диагностичному медико-генетичному центру с консультацией шлюб и семья Зараз в Украине на допоможных репродуктивных технологиях специализуются 8 установ оховы здоровья 3 державные и 5 приватных Эфективность программы ЭК складает около 40% Гэта – агульно-сусветный узровень Напереды Дни Дня Мати у Гомеля открыли имиджовый покой МНС для молодых мам И он размещен уже ночей консультации по улице Героев-подпольщиков На обслуговании тут находится около 300 жанчин У покоя МНС они будут проходить курсы молодых мам После врачистой церемонии открытия Супрацовники городского отдела МНС рассказали Как сделать домашние умовы безопасными для немовлят И как при необходимости оказывать им первую допомогу В городе Гомеля сегодня в преддверии Дня Матери В районе Серьмашево на базе женской консультации Открылась интерактивная комната МЧС для молодых мам Она сделана для того, чтобы в будущем спасатели Совместно с Гомельгаз, учреждением здравоохранения Обучать будущих мам основам безопасности В комнате представлены макеты предметов мебели Детской комнаты, посредством которых будет проводиться обучение В интересной интерактивной форме, доступной для молодых мам Открытие этой комнаты мы восприняли очень положительно У нас на данный момент наблюдается 278 беременных женщин Информация о организации пространства вокруг себя для детей Которая будет способствовать обеспечению безопасности жизнедеятельности Будет очень полезна для будущих мам и для мам, у которых уже есть определенный опыт воспитания детей По следах Яудакима Романова Выстава под такой назвой открылась у Палацу Румянцевых и Паскевича И она присвечена доследованием гомельского историка, краезнауцы, фольклориста и педагога Яудаким Романов народился у мешчанской семьи в местечку Белеца гомельского повета в 1855 ходе Рано осиротел, однако, с долей самостоинно побудовать карьеру в педагогичной сферы И унес великий уклад в учение белорусского этносу Ее написал больше, как 200 навыковых прац и собрал свыше 10 тысяч фольклорных текстов Экспозиция у Палаца организована, как подорожжа повестках, где побывал доследчик На червоной стужце вядомые многим назвы Артефакты, собранные супрацовниками музея подчас экспедиции у этих местах, адлюстровывают попыт белорусов А фольклорные тексты знакомят с белорусской говоркой, обрадами и верованиями А так само локальной лексикой конца 19-го, початку 20-го стаходзе Второй временной отрезок, который здесь также представлен и который гармонично сочетается с первым Это вторая половина 20-го века Именно тогда активно совершались адлюстративные экспедиции уже сотрудниками Гомельского музея В то время это был Гомельский областной краеведческий музей Так уж получилось, что частично те пункты, которые посещал Евдоким Романов Совпали с теми местечками, селными деревеньками, которые посещали сотрудники музея То есть мы получили и фольклорный материал от Евдокима Армановича Романова, его наследие И получили предметы быта, этнографии из тех самых пунктов Это рубахи, рушники, древние иконы Таким чином на маршруте адлюстровано больше 20 населенных пунктов Кожны из яких представлены предметами этнографии и старожитными текстами Экспонаты для выставы взяты с фонда у Палацево-Парковых ансамбля и областной библиотеки имя Ленина Гэты, а так сама иншая новина, информацию об проектах телерадо-компании Гомель Вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvarkomel.by На гэтым выпуск завершенным, всего доброго и до новых встреч у эфиры Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян В Светлогорске водитель сбил ребенка 36-летний мужчина двигался во дворе дома по улице Шоссейной Внезапно с правой стороны по ходу движения авто на проезжую часть выбежал 5-летний ребенок В результате происшествия малыш получил травмы После оказания медицинской помощи он был отпущен домой Госавтоинспекция обращается к родителям Еще раз проведите со своим ребенком инструктаж Где он может находиться, где он может играть Напомните о том, что вблизи проезжей части дороги ни в коем случае нельзя играть Расскажите, чем чревато выход из состоящего транспортного средства Расскажите об этом, о том, что это очень опасно Также хотелось бы обратиться к водителям И напомнить им о том, что при движении по дворовой территории Необходимо соблюдать скоростной режим, а также быть внимательными, аккуратными, сосредоточенными Так как на проезжую часть могут выбежать дети В Лельчицком районе продолжаются поиски мужчины, который потерялся в лесу Пенсионер 1965 года рождения ушел за грибами 11 октября около 10.30 утра и заблудился На поиски отправлены сотрудники милиции и МЧС, лесники и волонтеры 12 октября в районе пяти вечера в Лельчицком МЧС поступило сообщение о том, что в районе деревни Сименовичи потерялся мужчина в лесном массиве 1965 года рождения На сегодняшний момент поиски продолжаются Для поисков направлена аварийно-спасательная техника пожарно-аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС Пользуясь случаем, хочется наполнить всем грибникам и лицам, посещающим лес о необходимости соблюдения правил безопасности Учитывание погодных условий, одевание яркой одежды и, конечно же, о том, что необходимо к походу в лес готовиться Брать с собой полностью заряженный телефон и знакомиться с картой лесного массива Сегодня суд Рогачевского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, которая ударила сотрудника ГАИ диском от культиватора Напомню, ЧП произошло в августе Очевидцы сообщили, что по поселку Дятловщина ездит пьяный мужчина на Ауди Сотрудники ГАИ остановили авто Его водитель был трезв, а вот прав у него не оказалось Хозяин иномарки сидел рядом Инспекторы стали составлять протоколы на обоих сельчан Наблюдавший за разбирательством со стороны заявитель был пьян И ему не понравилось принятое инспектором решение Он требовал от сотрудников ГАИ лишить нарушителей прав Сельчанина просили успокоиться Но тот оказал сопротивление и оторвал сотруднику погон Во время задержания за мужчину вступилась теща Которая взяла металлический диск и ударила инспектора Причинив ему телесное повреждение В результате было возбуждено уголовное дело В пункте пропуска Новая Гута сотрудники Гомельской таможни Обнаружили марихуану и метамфетамин Запрещенные вещества перевозил дальнобойщик 36-летний мужчина выполнял международные перевозки из Украины в Россию Во время таможенного контроля поведение служебной собаки указывало На возможное наличие наркотиков Мужчина попытался опровергнуть это Но среди его личных вещей были обнаружены бумажный сверток с марихуаной А также фрагмент шприца с метамфетамином Возбуждено уголовное дело Помимо того, что гражданин Украины перемещал запрещенные вещества Он также находился под действием их Во время прохождения таможенного контроля В его организме обнаружены канабиоиды, амфетамин и метамфетамин В настоящее время Украинец задержан В Гомельской таможне возбуждено уголовное дело По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь Сотрудники МЧС собрали почти килограмм ртути в Рогачевском районе Сообщение поступило от работников железной дороги Они рассказали спасателям, что в грузовом вагоне произошел разлив ртути Спасатели собрали и утилизировали вещество Гомельская пограничная группа информирует На стрельбище Борщевка войсковой части 1242 будут проводиться учения Стрельбы запланированы на периоды с 13 по 16, с 19 по 23 и с 26 по 30 октября Время с 10 до 20 часов Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу И не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности Это все новости на сегодня Оставайтесь с нами и берегите себя Я Николай Скинтиян, благодарю за внимание До свидания Гомель арендовал галкипера из клуба национальной хоккейной лиги у Кирилла Устеменко действующий контракт с Филадельфией Вопрос усиления вратарской позиции в Гомеле возник не случайно Оба действующих игрока Мерзлов и Грищенко этой осенью попадают под армейский призыв Кирилл Устеменко стал находкой для рысей Его отдали в аренду до начала нового сезона в хоккее Северной Америки От сделки выиграют все Устеменко не потеряют форму, а Гомель получит сильного хоккеиста Пока игрок только тренируется с клубом Его дебют запланирован на матч в ближайшие домашние серии Я очень рад, что я приехал в эту команду Что я подписал контракт и буду играть за нее Они вообще прекрасно идут, мне очень нравится, как они играют сейчас Все борются, все стараются Приличный уровень То, что бросилось в первые глаза, это только промежутки тренировок То есть тут, возможно, полтора часа и час сорок пять А там максимум час пятнадцать Или минимум сорок пять минут на льду Все остальное в зале работаем Сейчас Гомель на втором месте в чемпионате страны Команда активно готовится к домашней серии матчей Которая стартует уже в четверг Гомель встретится с Локомотивом Возможно, именно в этом матче Кириллу Устеменко как раз и выйдет на лед Это был, я бы сказал, такой подготовительный период Где мы рассматривали, много людей проходило И все-таки я понял, что иногда это не есть хорошо Мы решили сразу определиться с ребятами, с которыми мы идем дальше Понятно, что будет, но все равно конкуренция присутствует и без нее никуда Поэтому кто-то попадает сегодня в состав, кто-то нет Но мы одна команда, делаем одно дело И ребята, которые в команде, они знают систему, структуру На мой взгляд, незаменимых нет и каждый может внести свой вклад Гомельская сборная завоевала 13 медалей на чемпионате Беларуси по боксу, который проходил в Молодечно Победителями в своих весовых категориях стали чемпионка мира Виктория Кебикова и Юлия Панасович А также серебряный призер вторых европейских игр Владислав Смягликов Домой наша сборная привезла 3 золота, 2 серебра и 8 бронзовых медалей В Гомеле прошла областная спартакиада по плаванию среди детско-юношевских спортивных школ За награды боролись юноши и девушки 2005-2008 годов рождения и моложе По результатам соревнований первое место у сборной Жлобина Серебро у гомельчана золото увезли спортсмены из Светлогорска Гомельчане вернулись с медалями с республиканских соревнований по конному троеборью Они проходили в столичной Ратомке В Олимпийских днях молодежи нашу область представляли Маргарита Василевская и Ангелина Черняк Девушки завоевали бронзу В турнире среди взрослых участвовал только один гомельчанин Александр Фоминов Он и стал победителем Напомню, Фоминов представит нашу страну на Олимпиаде в Токио В Витебской области завершилось открытое первенство страны по водному полу мяч на воде В турнире участвовали юноши 2007-2008 годов рождения По итогам соревнований гомельская команда победила Брещане стали вторыми, а спортсмены из Минска третьими На этом пока все С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский Оставайтесь на Беларусь 4